Коронное сокровище женщин. The crown jewel of women. Та, кто очаровывает драгоценность в Раджа, Кришна. Who enchants the jewel of Раджа, Кришна. Очаровывает его всего лишь незначительным любовным движением своих бровей. With even the slightest love-awakening movement of her eyebrows. Та, кто является единственным философским камнем, исполняющим желания ее преданных. She, who is the only wish-yielding touchstone for her devotees. И далее, здесь не совсем корректный перевод. Я свой вариант предложу, потому что здесь некорректный с точки зрения языка перевод. Та, что подобна сокровищнице, увеличивающей объем своих сокровищ. Who is like a gem, from which a stream of Nectarian. Так, не переводить, как вы, да, говорите? Да, конечно, как я. Ага, окей. Да. Дамадар Прабулсей, in Russian version, it's like a little bit, the language is not correct. So he is like, made it correct. Да, та, что подобна сокровищнице, увеличивающей объем своих сокровищ. She is like a box with treasures, who expand her treasures, make it bigger. Или драгоценному вулкану, исторгающему из своих бездонных глубин, непрерывные потоки нектара блаженной расы любви. Можно по частям пойдем сейчас. Или драгоценному вулкану. Or she is like a gemstone volcano, исторгающему из своих бездонных глубин, erupting from the depths of her, непрерывные потоки нектара блаженной расы любви. Erupting from the depths, the unlimited streams of nектарian love-раса. И далее. Чья лучезарность затмевает миллионы лиан из молний. And whose effulgence outshines millions of lightning vines. проявляется и та, кто проявляется на окраинах рощи Приндаваны. And she who appears on the outskirts of the bowers of Приндаваны. Любое из этих утверждений можно сделать основным. We can take each and every of the statements and make the main point. Но здесь упор Анантадас Бабаджи делает на этом утверждении, что Радха — это единственный философский камень, исполняющий желания своих преданных. But here, Шиланатадас Бабаджи, he has chosen the point, the main point, this point, that Shri Radhika is the only wish-yielding touchstone of her devotees. И комментарий так и называется. Шри Radha — единственный философский камень. So, the commentary is titled, «Shirada — the only wish-yielding touchstone of her devotees». Безоговорочно. Unconditionally, he is stating this. Она — единственный философский камень, исполняющий желания каждого. Unconditionally, she is the only one wish-yielding touchstone, who is making the wishes of her devotees become true. И в первую очередь, тех, кто предан ее пути. И в первую очередь, тех, кто предан ее пути. And first of all, she is fulfilling wishes of those devotees, who are devoted to her own past. Те, кто понимают ее чувства. Of those who understand her feelings. Понимают ее мотивы. Who understand her motives. Что и является преданностью. And that is what devotion is. Ибо преданность — это не ритуализм. Because devotion, it's not a ritual. It's not rituals. Преданность. Преданность — это в первую очередь понимание мотивов тому, кому ты предан. Devotion, the first thing in devotion, the main point is to understand this person, to whom you are devoted. Ибо мотивы эти восхищают. Because these motives, they are amazing us. Крадут разум. Крадут саму жизнь. And stealing our very lives. Делают тебя единым с этими мотивами. And make you, make us in unity with these motives. И вот это единство мотивов и чувств есть преданность. And these motives, of these feelings, it's the devotion itself. Все остальное преданности не является. And the rest, all the rest, it's not a devotion. Остальные внешние признаки преданности — это лишь имитация. Остальные признаки преданности. И поэтому Ананта Дасбабджи здесь обращает внимание именно на этот аспект, центральный аспект порядовности. И далее в комментариях он об этом недвусмысленно сообщит. Шри Радха — единственный силосовский камень, исполняющий желания своих преданных. Шри Рада is the only wish-yielding touchstone of her devotees. Что за желания живут у нас? What desires do we have? Ведь наше желание и есть наша жизнь. Жизнь, она соткана из желаний. Нет желаний, нет жизни. Отсутствие желаний — это безличное понимание Личности. If we have no desires, so it means that we have a personal understanding of personality. Это обезличивание истины. Это лишение истины главного. It's how we try to make the truth. It's how we try to deny in truth its personality, its sensuality. Лишение истины расы. Потому что раса и есть желание. Как мы читали ранее в предыдущих стихах, это сладостная страсть. Истина переполнена желанием. Радика переполнена желанием. И ее преданные также переполнены желанием. И ее преданные также переполнены желанием. Можно маленький вопрос? Возвращаясь. Рано, мы уже правы. Рады, рады, дорогой. По последнему предложению. Да, да. Вот этот момент ты сказал сладо-сладо. Сладо-сладко. Сладо-страстие. Да, сладкая страсть. Вот этот момент, вот мне, ну как маленькой сопливой. Почему сладкое? Почему сладкое, а не горькое, не соленое? Почему вот этот... А откуда вот этот аспект сладости в нашей сламени? Вот откуда он берется, который чарует сияму? Вот два слова. Рады, рады. Раду Говинде is asking the question. We used to say about how passion is like sweet passion. И Раду Говинде is asking, why it is sweet? From what this sweet flavor comes? Please, can you contemplate on this? Как я понимаю, сладость это то, что не надоедает. И поэтому существуют эти вот леденцы, всевозможные чупа-чупсы и прочие явления, связанные со вкусом. Ты не увидишь соленых леденцов. Соленых чупа-чупсов не бывает. Это то, что не надоедает, как я понимаю. Потому что это не хватает. Соленых чупов не хватает. Я вспоминаю, еще есть комментарии, связанные именно со сладостью. Это излечивание от желтухи. Одно из лекарств это когда больной лижет эту сладкую голову, то есть леденец лижет. И больному желтухой вот эта сладость кажется горькой. Но лечение сводится именно к этому, к лизанию этой сладости. И говорят, что излечивает. Я не знаю. И кто-то говорит, что это работает. Я не пробовал. Я не пробовал. Бог миловал. Я ответил на твой вопрос? Да, да, да. Давай, продолжай. Радуй, радуй. Итак, что же переполняет нас? То есть если Радха — это тот философский камень, который исполняет наши желания… То что же тогда? Что она исполняет? Какие желания переполняют нас? Едины ли мы с ней? Или мы просто находимся в какой-то религиозности, в какой-то религиозной среде? Ритуализме. Или просто наслаждаемся некой идеей, лишенной чувств? Прошу прощения, идеей какой? Идеей, лишенной чувств. Мертвая идея, лишенная чувств. Концепция. Или живое чувство. Настоящее живое плодленное чувство, у которого нет объяснений. Ибо это потоковость, когда мы входим в поток, в поток чувств. В этот поток чувств, то он захватывает наше сознание целиком. И не оставляет лазеек для нашего ложного эго. Ибо здесь может действовать только наше истинное эго. Наша сварупа. Ее коренной мотив. Мотив. Коренной мотив. Коренной мотив ее бытия. Или стайбала. Или стайба. Это вопрос. Это все вопросы к тому, чтобы определить, насколько мы правдивы в процессе. Это все вопросы. Это все вопросы. Это все вопросы для нас, чтобы определить, ли мы вернулись в нашем прошлом, ли мы правдивы с нами, с自身ами, на нашем прошлом развитии. То есть, другими словами, находимся мы в карме, которую называем бхакти, в гьяне, которую называем бхакти, или действительно мы находимся в потоке бхакти. Итак, вопросы, утверждения Анатудаса Вабаджи есть. Вопросы есть. Теперь мы приступаем к чтению комментариев. Кто-то может здесь спросить. Вспышка лианы из молнии причиняет боль глазам. Если аура тела Рафики сияет, как миллионы лиан из молнии. Аура тела Рафики сияет, как миллионы лиан из молнии. Тогда что же станет с нашими глазами? Ответ таков. Сандрананда Расамбрита Сраваманих. Она также является сокровищем, из которого исходят потоки очень блаженного нектара расы. Или другими словами, свет исходящий от нее очень приятен и подобен нектару. Вот этот вот свет миллионов молний, он не ослепляет. Он исполнен сладости. Ибо несет суть желания. Он и есть сияние ее желания. Подобным миллионным вспышкам молнии, сияния ее желания. Сияние ее желания, которое пронизывает все творение. Каждый атом. Каждое явление, каждый звук. Которое только кажется не связанным с ней. Но по сути своей является ее продолжением. Это тайна, доступная нашему взору. Но раскрывается она только оттуда, из центра нашей личности. Шиларупа Госвами пишет в Уджваланиламане. Заметив Ратику издалека, Лолита сказала подругам. Подруги, посмотрите. Ратика поставила свои лотосоподобные стопы на солнечные камни. Ратика keeps her lotus-like feet on top of sun stones. Которые остры, как мечи. И раскалены под лучами летнего солнца. И раскалены под лучами летнего солнца. Но она ощущает прикосновение к ним, как прикосновение к нежным лотосам эндивора. Потому что очень счастлива от видения принца Враджи. Стоящего на той горе. Стоящего на той горе. Шилавишфанатха Чакравартипада комментирует этот стих. Что Ратика не чувствует никакой боли от раскаленных острых камней. Подобно тому, как спящий человек не чувствует укусов комаров. Шилавишфанатха Чакравартипада комментирует этот стих. Как Ратика не чувствовала никакой боли от этих ярких и ярких камней. Но просто как спящий человек не чувствует боли, когда он был убит от москитов. Когда человек спит, он захвачен сновидением. Полностью захвачен сновидением. И не чувствует укусов. И не чувствует укусов. И не чувствует укусов, когда кто-то болит. Для нас это очень актуально и показательно. Чем мы захвачены? Укусами, страданиями, которые мы испытываем в этом мире? Или сладостным процессом, внутренним сладостным процессом. С живым созерцанием красоты. Живым, живоносным созерцанием абсолютной красоты. С живым, живым. Восемь, живым. Восемь, живым. И подобно тому, что, проснувшись, видеть следы от укусов, также и сакхи должны видеть следы от камней на стопах Ратики после. Почему же они не видят эти следы от камней? Потому что стопы Ратики легки, как хлопок. А хлопок не повреждается от соприкосновения даже с острым мечом. Человек может согласиться с тем, что острый меч не повредит хлопок. Но огонь может сделать это. Камни, по которым ступала Ратика, были такими же горячими, как огонь. Я вспоминаю эту раскаленную площадь перед храмом Рады Мохана. Зеленые тропинки, которые поливаются водой. И действительно, когда ты ступаешь на эту раскаленную площадь, раскаленную плоскость, действительно, она по-настоящему обжигает твои ступни. И меня всегда удивляло то, как по нему, по этой раскаленности, по этому полу ходят садаки, которые живут в этой обители. И я понимал, что они захвачены процессом. При всей внешней простоте они захвачены процессом. Они не терпят. Они не терпят. Они не терпят. Мы не можем сказать, что они tolerают эту болезнь. Они не чувствуют. Они просто не чувствуют эту болезнь. Потому что они захвачены процессом, внутренним процессом. because they have been seen by the inner process. It's the moment of understanding what this, what you said, is the true love. It's always a nectar. It's like a symbol. You read it, and I understand how it is. It's like a pain, and how it feels it is. It's one of the two sides, but then it's the next one. It's Ananda. This nectar. She's in love. And your personal story. You have no body. There's no blood. You're completely surrounded by this process. I'm surrounded by it. Let me translate, please. She's saying that, yes, here Lolita is very nice. She's pointing this topic about true love, how it is like mixture of nectar and poison. And yes, she's feeling something poisonous, like some pain. But then another wave is coming and covering completely with the nectar. So it's like a mixture every time. It's a mixture of poison and nectar. Yes, and Damodar is saying, yes, it's because she's completely seized by this. She cannot feel. I was thinking about her. Your feet are... Yes, yeah, yeah. That's the last one. I think I was going to be thinking about this. тему, да, вот, понятие, вот, чтобы понять, если мы будем, да, действительно погружаться, да, в Лила с Маром, да, вот, в Рагану Габахти, то он говорит, вы должны понимать, что вы всегда будете внешне, вы должны готовы быть к любым страданиям, то есть они, они должны, ну, это как ваша составляющая, но внутри, говорит, вы не представляете, какой анангис, вот эта анангис, то, о чем ты говорил, вот эта сладость, да, стоп-рактики, служение ее, служение Гуру Деви, это удивительно, рады-рады, поражает это все, рады-рады, спасибо, Даматархи. He's saying it's amazing, you know, the Babaji Maharaj is saying that when you're practicing this path, you should be ready for suffering out outwardly, how to say, outwards, yes, and inside you will feel very sweet ананда, so you should be ready for the suffering, but inside you will experience ананда on this path, and it's amazing, you see. Да, иначе нас просто размажет, размажет, разотрет в порошок, иначе нас просто не станет, если у нас не будет этой основы. If we have known this basement, basic, how to say, basement, so we will be just like smudged, smeared. карма не дает опоры, и гьяна не дает опоры, только Бхакти дает опору, единственное, что дает опору, это Бхакти. Карма is not giving this basement, and гьяна is not giving the basement either, so only Бхакти is giving this very strong basement. А Бхакти это твое чувство, твое. And Бхакти, what is Бхакти? It's your personal feeling. БхА, сияние. БхА means BхА. КОТА, КТО. КОТА, КТО. КОТА means Who. БхА, КТИ, Кто сияет? So, the word БхА, КТИ means Who is shining? О, ты сияешь? Почему ты сияешь? Вау, I can see that you are shining, but why you are shining? Я переполнена чувством Because I am overwhelmed with the feeling. Особенным чувством, которые наполняют мою жизнь. The very special feeling, which is feeling my life, which feels наполняет мою жизнь чарующим смыслом. Something that gives to my life this beautiful sense. Поэтому я абсолютно счастлива. That's why I'm completely happy. Поэтому сияю. And that's why I'm shiny. This makes me what you just said a nice. It makes me think of the question of Дамудар мне очень отозвалось сейчас резонировало то, что ты сказал и то, что Рада Говинда прокомментировал про сладость. What you say about shining is so important. Очень важно то, что ты сказал про сияние. Because sweetness is not the taste of a thing. It's the position of a soul. Потому что сладость это не только что-то на языке, то есть это позиция нашей души, наше вот, как это сказать, состояние. It's not a thing, it's not an object, it's not something we can taste with our material senses, it's a way of seeing the world, sweetness. It's a way of seeing the world. сладость, это не что-то, что мы можем почувствовать нашими чувствами, да, что-то такое. Это наше мировоззрение, миропонимание, сладость. And perfect sweetness is the feeling that we have, the emotion that we have when we're in complete harmony with ourselves and with the world. And сладость, это возникает, когда мы приходим в гармонию с самим собой, да, и, соответственно, в гармонию с миром. It's when there's no object more, there's nothing more material to taste. It's when we're full of ourselves and completely connected to the spiritual world. Это когда мы отсоединяемся, да, мы не пробуем на сладость эти материальные объекты, а мы полностью подключаемся к духовному. И полная сладость только в эмоциях Радики, потому что в них она проявляется не в большей степени. Рады, Рады, Рады. Thank you. I love you, brother. Мы продолжаем читать комментарии. Стопы Радики источают потоки очень блаженной и нектарной расы. А одним из качеств нектара является прохлада. And the nectar possesses the quality of fullness. Вот почему прикосновение к раскаленным солнечным камням Радика ощущала как прикосновение к лепесткам лотосов и индивора. This is why the burning sunstones fell to Radyka as if they were blue индивора lotus flowers. Потоки прохладного нектара истекающие из лотосных стоп Шимати также гасят обжигающий огонь страдания обусловленных душ. The streams of cool nectar that come from Шимати's lotus feet also extinguish the burning fire of the conditioned souls. Наши страдания of our sufferings. Вот он репест стоп гасит мои страдания. The stream nectar that come from her lotus feet extinguish the burning fire of my sufferings. of my death of my of my death of my death of my страдания страждущих от тройственных страданий материального мира. Extinguishing burning fire. Далее Шрипада называет ратику «нава преманут бхава бхамад бханги лавамохито браджи маних», что в переводе означает «даже незначительное любовное движение её бровей очаровывает сокровище враджи». Then Шрипада calls радика the slightest movement of her eyebrows that awaken new love can enchant the jewel of враджи. Сокровище враджи может украсть в сердца миллионов враджи-гопи. The jewel of враджи can steal the hearts of millions of враджи-гопи. Но всего лишь незначительное движение бровей Радхики побеждает его. Кришна говорит о Радхике в Лолитам Мадхаве. Кришна tells Радхика и Лолита Мадхаве. О девушка с подвижными глазами! О restless eyed girl! в мире может быть много красивых девушек с прекрасными бровями. There may be many girls in the world with beautiful eyebrows who who can expertly play archery with their glances who can expertly play archery with their glances and so proявлять эти различные настроения. Но подобно тому как Луна пусть даже и окружённая ночью многими прекрасными звёздами не может устоять перед могущественным солнцем бы его нет. так же нет и другой девушки кроме тебя. которая могла бы остаться в моём сердце can remain in my heart. Здесь мы видим эту картину которую рисует Кришна. он сравнивает всех девушек мира со звёздами. He's comparing all the girls of the world with stars. Со звёздами в ночи. Stars in the night sky. И даже Луна здесь присутствует. Даже Чандра присутствует здесь. And here he's also saying about the moon about Чандра. Чандра тоже главная соперница. The main rival girl. Но как мы знаем из опыта когда когда восходит солнце. But we know when the sun is rising исчезают все звёзды. С небосклона исчезают звёзды. И даже Луна. And even they vanish. Сияние Луны в сравнении с солнцем сияние Луны не просто незначительно а оно отсутствует. We cannot compare the shining of the moon with the shining of the star. The moon comparing with the sun it's nothing. no shining no Никто не видит Луны когда солнце в зените. when the sun is up when the sun is high no one can see the moon. И так он прославляет Радхику с этим безупречным солнцем. That's why he is glorifying Радхика comparing her with these unrivaled suns. Какое чудесное сравнение Кришна появил. What a beautiful amazing comparison here he's saying I don't know I don't how much of the theme I don't sound two words amazing words and I don't what this admiration what is a dance with eyes two words dance with eyes love love скажи в чем вопрос вот какой силы что в Кришне сознание поворачивается что единственное первое да самое важнейшее он очаровывается танцем вот этим танцем что это за энергия скажем внутренняя и внешняя пожалуйста я понял тебя перевод Рада Гувинда и Засту несколько стихов назад мы разбирали эту тему а few verses before we have already took this all these topics разбирали шесть шесть необходимых элементов для смараны we have taken the topic of six essential elements for doing смараны одним из которых является танец бровей поэтому я еще раз повторю что танец бровей это эмоции которые выражает Ратика на холсте своего лица то есть сами это не просто какие-то отдельно существующие движения бровей нет это ее многочисленные эмоции которые проявляются которые захватывают внимание которые находятся для поднимать внимание ибо любая эмоция там это же они в экзакстации нет вот эти эмоции они же если они так сильно воздействуют то есть они на максимуме на этой волне на вершине на гребешке я так полагаю может быть я да это зримые это зримые эмоции зримые то что то что может понять кришна может понять наблюдая лицо ратики эти эмоции они выражаются в в так сказать в в мимике это мимика это мимика ратики и брови здесь играют так сказать вот эту подчеркивающую роль в мимике мимико выражающие чувства кришна looking at радика space on her eyebrows on the dancing of these eyebrows and looking at her miming he can understand her feelings her emotions that are changing very fast сейчас есть такая мода для для женщин элегантного возраста мне что-то одно слово приходит это old woman для старых женщин не как это элегантный возраст сейчас дамудар is saying that today for mature women they are making some procedures cosmetic procedures они они вкалывают определенные это ботокс называется они вкалывают определенные да они определенные химию вкалывают и обездвиживают свои брови совершенно непонятно становится что они чувствуют потому что брови да бальзаковского да потому что брови у них все в одном положении непонятно удивлены они страдают им больно или они счастливы потому что брови бездвижны обездвижены а в пантомиме например брови они имеют очень яркое значение они выражают эмоции и видно издалека в пантомиме в пантомиме знаем что это основная тема в пантомиме потому что пантомиме могут показать что человек чувствует в игре в пантомиме подразумеваются эмоции радики это танец эмоций которые может понять мохан мохан зримые для него зримые эмоции это это что он может увидеть эмоции которые он может увидеть кто однажды видел тот поймет кто видел это даже он понимает это хорошо потому что у нас есть богатый человеческий опыт и мы можем обратиться к нему это очень хорошо что мы имеем в этом мире опыт и мы можем верить на эту опыт умеет понимать это да смотри ну как я смотрю чудесно чудесно но ведь он теряет сознание ты назвал его на таком он принимает конечно первую секунду первый взор потом он теряет сознание от этого танца мы сколько знаем кто и сколько вообще дашинов нашей груды описали ну то есть вот это в чем же сила вот этого танца ну как понятно ты ее описал красиво ну вот что что вот именно на его бхаву на его чувство как это вот она воздействует вот этим вот этой энергией своих эмоций рады 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 скажем что можно сказать больше об этом потому что Krishna seems not to be very good expert потому что он пахнет когда он видит эти очки танцы не can you say more about this please ответ будет содержаться не в информативной зоне а в том чувственном опыте который доступен человеку когда эмоция девушки которая проявляется на ее лице становится доступным для юноши то юношу пронзает электрический электрическому току пронзает его этот поток или стрела или этот импульс пронзает его которая делает его сумасшедшим вот я бы сюда пошел в такой ответ пошел в ответ исходящий из чувств а не из понимания так я бы хотел ответить в этом способе не информативной способе но в способе понимания дамы дамы А, это мы уже рассмотрели ее танец. А его танец в брови, на нее такое же влияние? Или как-то по-другому? Да. Да. Линда is asking about the dancing of Krishna's eyebrows. Does this dance make the same effect on Radhika also? Все, что исходит от Мохана, его аромат, его сияние, его звуки, все это пленяет Шримати, все это является тем, что усиливает ее страсть. All what is coming from Мохана, his eyes, his dancing of eyebrows and everything, his aroma, all this captivates Radhika also. Они как два океана, которые пахтают друг друга. They are like two oceans churning each other. Мохан сводит с ума Шримати. И танцем своих бровей в том числе. Мохан drives Шримати crazy with his eyebrows dancing also. Он же такой опытный любовник. Он же всех с ума сводит. Ты понимаешь, как он на Раду? Она еще однонаправленная. Ну вот вообще это где? Это как, как она, как она, вот Дамодар, скажи два слова. Как он ее очаровывает? Как вот, что вы ее, ну, что в этот момент она могла бы, да, вот ее бхава. Рады, Рады. Раду Говинда is saying, like, Krishna is so experienced lover, so please say how he's enchanting her. Он очаровывает ее тем, что очаровывается ей. He's enchanting her in the way that she's enchanting him. Любая женщина поймет это. Любая женщина поймет это. Женщина очаровывается тем, как очарован ею мужчина. Дамодар, это правда? Вы понимаете, о чем Дамодар сказал? А вообще, конечно, да, да, да. Дамодар Прабо очень хорошо чувствует женскую природу. Он прям чувствуется, что он эксперт в этом. Ну, оно и неудивительно. Так, что мы переводили? Женщина очарована тем, как мужчина в нее, да, в любви? Да, очаровывается, да. Она очаровывается тем, как очарован мужчина, да. Она очаровывается тем, как очаровывается мужчина. Ей. So, woman is enchanted by the way the man is enchanted by her. Стримати является единственным философским камнем для преданных. Вот, я вот до этой фразы хотел дойти. Так, я прошу прощения, могу найти. Я... Я... Мы о Чандравле уже говорили, да. О Чандравле, о Луне мы уже говорили. Мы уже сказали об этом. О том, что Кришна сравнивает всех девушек в Раджа со звездами, о Чандравле, с Луной, но солнце Шимати Ратики, оно затягивает всех. Мы уже об этом говорили. Нашла. Шимати is the only wish-yielding gem of the devotees. И она постоянно играет в их сердцах. И она постоянно играет в их сердцах. Как? 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 Она бхава. Она махабхава. Она чувства. Она величайшие чувства. И в сердце она проявляется тоже, как чувства. И в сердце она проявляется тоже, как чувства. Как страсть. Как страсть. Как сладостная страсть проявляется в сердце. И так она похищает его изнутри. И так она похищает сердце преданных изнутри. Наполняя сердце этой сладостью. Сладостью своей страсти. И она чувствует сердце of the devotee с ее собственной сладостью. Далее будет в комментариях очень интересное утверждение Шилананта Дасбабжи. Слово «эка» означает, что она удаляет все посторонние мысли, кроме мыслей о ней. В сердцах своих преданных она удаляет все посторонние мысли, кроме мыслей о ней. Она ревнивая, да? Она не потерпит. Рады, рады. Это фраза, которая меня убедила вчера взять, вот этот стих взять, взять сегодня, сегодня этот стих читать. Это фраза меня. Вот эта фраза из комментария меня убедила в том, что это, что вот это, да, сегодня необходимо озвучить. Она лично, она сама удаляет все мысли, все чувства, все мотивы, не связанные с ней. Да, Мадара, это прям знание. Флаг, это рогануга, бахти, да, вот с ним, знаешь, как питон на щите, вот с этим. Рады, рады, спасибо. Да, да, это просто меня пьянит сама эта фраза, она пьянит. Слово Эка также означает, что Гауди Вайшнавы вначале размышляют о Ратике и только после этого о Кришне. The word Эка also means that the Gaudiya Vaishnavas primarily think of Ширада and secondly of Шипришна. А потом уже о Саке и о Раджавасе и так далее, и так далее, и так далее. And then they are thinking of Сакхи, Раджавасе, etc. То есть Вриндаван это Ратика. Мысли о Вриндаване начинаются с мысли о чувствах Ратики. Вриндавана is Ратика. And to think of Вриндавана that means to think of Радика's feelings. Вриндаван это распространение ее чувств, ее сердца. Вриндавана is an expansion of her feelings and her heart. Она источник жизни в Радже. She is the source of Раджа's life. She is the source of variety of Раджав. И мысли о Врадже это мысли о Ратике. And thoughts about Раджав. There are thoughts about Радика. И здесь дается метод метод как медитировать на Вриндаван. And here gives the method how to meditate on Вриндавана. Вриндаван это чувство Шримати. Вриндаван is the feelings of Шримати. Это расширение ее чувств. It is an expansion of her feelings. Поэтому мы обращаемся сразу к источнику. That's why we are going directly to the source. Чувствам Шримати. We are going directly to the feelings of Шримати. И ее расе. To her расе. Что является Сарой. This Rasa which is also Сара. Сутью всего. Essence of everything. Сутью всего того, что происходит во Вриндаване и сутью всего того, что происходит здесь. Essence of everything. what is taking place in Вриндавана and this world also. Поэтому мы достаточно размышлять о Ратике чтобы быть погруженным в Вриндаване. So to be in Вриндавана to be immersed in Вриндавана we should contemplate on Радика we should think about her. And it's enough for this city. Потому что Радика когда мы начинаем размышлять о Радике она однонаправленно из ее чувств возникает Мохан потому что она однонаправленно к нему. When we start to think about Радика we can see Мохан why? Because she's so unpointed that from the stream of her thoughts feelings Мохан comes. И расширение ее чувств служения ему обретают эту форму в Радже. And her feelings her desire to serve him becomes Раджа itself. Просто благодаря размышлению о Шри Радхе достигается любовь к Кришне. Jai. Simply by thinking of Шри Радhika love of Krishna is attained. Так просто так просто так просто так просто просто благодаря размышлению благодаря размышлению о Шри Радхе достигается любовь к Кришне. So simple so simple and so simple by thinking of Шри Радhika love of Krishna is it. because because she herself is the love of Krishna and he is the personification of her very self of her essence of is the personification of the very sense of love he is the personification of the essence of of him . Самадар, можно... Конечно, конечно, так. Да, Самадар, просто ты говоришь, знаешь, я хотел... Это подобно тому, знаешь, как Рада, как она берет Кришну как куклу Вуду, и она вот пхавами, она его материзует, она его... дает ему форму, чувства, эмоции, чем он ее может, чтобы он ее... да, вот эта кукла Вуду, а он же... он же... он же... об этом. Да? Рады, Рады. Это подобно такому видению? Рады, Рады. Рада Говинда is saying, like, is it... like, Радика is taking Krishna as a doll, and she is shaping him and forming him with her feelings like this? Не совсем. не совсем. не совсем. это... это не внешнее управление, это выражение сути. And Damodara is answering that I think, no, I feel different. like, it's not some manipulations, like, shaping or outwardly. It's the work of the inner, something of innermost. Он олицетворение ее чувств. Krishna, he is the personification of her feelings. All her feelings become condensed and take the form. It is сердце Радики, которое будто бы снаружи. It is the Radhika's heart itself, which, like, going out and take the form. Сердце, которое танцует, поет, теряет сознание. Это ее живое сердце, сердце свимати. Krishna is like Radhika's heart, personified, which is playing, dancing, feinting, singing and doing all these things. Вот. Это мне больше нравится, чем сравнение, кукла Вуду, в которую втыкаются иголки. Это мне нравится Вуду, да, да, слова иголки не было, дыханием, дыханием они считают. Знаешь, ну, с моей стороны, это позитивно. Она сама скажет. Я рад. Десять часов уже, да, будем вычитывать? Да, сейчас посмотрим, сколько у нас. осталось немного, да, осталось совсем немного. Два это начинается. Да. Она Рамани Чудамани или коронное сокровище женщин. просто слушая его имя, все женщины привлекаются к Кришне. Simply by hearing his name, all the women become attracted to Кришне. Но Радика привлекает того самого Кришну просто незначительным движением своих бровей. Но Радика attracts the same Кришна with the slightest movement of her eyebrow. Поэтому ее называют Рамани Чудамани. And that is why she is called Рамани Чудамани. Шипада говорит пусть та Радика проявится на окраине рощи Риндавана. And Шипада says may that Радика appear on the outskirts of Риндавана's Барус. Так заканчивается комментарий к 71 стиху. Вадара с особенно and the commentary of 71 verse of Шипада Раса Судамани. Рады, рады. Чудесно. Спасибо, Дамодара. Спасибо. Квит Кадха. Спасибо. Крэзи. Прости меня, Радон, если я перебиваю. Я не перебиваю. Я очень не знаю. Нет. Нет. Мне очень нравится. Я как раз хотел, чтобы участвовали все. И сегодня было очень активное участие. И твое, и у Прабу. То есть так много. Я бы хотел, еще можно больше. Если есть какие-то вопросы у кого-то, какие-то дополнения, какие-то комментарии, я с радостью приму участие в обсуждении вот этой темы. Тема, главная тема. как Ратика исполняет желания преданных, как она замещает все мысли, как она с собой замещает все мысли, все чувства. Вот это главная тема стиха. Дамодар is very grateful for devotees who are taking part in today's sharing. Now he's inviting to share on this very topic on this topic today how Radhika is wishful feeling gem for her devotees, how she's taking out all the altering desires and things from the heart and how she's filling the heart with her, with herself. So please share on this topic if you have something to share on please feel free. Рады, Роман, скажи два слова. Рады, рады, дадала всем. Я не мог удержаться, чтобы не сказать, когда вот это солнце нектара Шримати Радыки становится доступно для взора Вайшнава, он не может отвернуться в сторону и для него весь остальной мир в этот момент не существует. И этот нектар, льющийся от стоп Радыки, от её улыбки, от неё он настолько привлекателен, что от этого невозможно отвернуться и посмотреть куда-то в сторону. весь мир остаётся только в этом фокусе и нет никаких желаний. Все остальные вещи, они становятся настолько незначительными, они просто перестают существовать. Рады, рады. Рады, 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 is saying that I could not hold myself and not to share with you. And he's saying I want to say that when the son of Radhika appears on the sky of devotees mind and heart, he cannot turn his face back from the sun. And the sun is so powerful and so charming and attractive that all altered desires and all other motives just like go away from his heart and become very insignificant because this Nictarian stream going from coming from Radhika's feet and Radhika's face her smile and it's so attractive that he could not look other ways he could not turn his back he is completely enchanted and completely immersed in her Niktar nothing other desire and this devotee has no other desires and his only desire is to drink more and more sweetness of her Niktar Radhika's Niktar is stealing completely the heart thank you Rade 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 Radhika's Rade Rade have a question можно Rade 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 ปrado сказал недавно, что Кришна является олицетворением чувств и эмоций Радхики. Разве это не так, что Радхарани является олицетворением Его любви, Его эмоций, Его чувств, как бы олицетворением Его сердца? Вот хотелось уточнить, разве это не наоборот? Мне казалось, что как раз она воплощает Его эмоции, Его внутренний мир, Его сердце, Его любовь, Его блаженство, Его ананду. Радхи, Радхи. Дидима is asking, like, she cannot understand that for her it's like vice versa. Радхика is the expression of Krishna's love. His intentions, his desires and everything. Like it is said like this. Yes, we are all hearing like this. But Damodara Prabhu is saying differently that Krishna is like the heart of Radhika, like personification of heart of Radhika. So how come? What to do with it? Can you contemplate on this, Shizansi? Я уже говорил на эту тему несколько раз и повторюсь. I have said already on the story, and I will say again. Они являются выражением сути друг друга. Both, they are the expression of the very essence of each other. Он является выражением ее сути, а она выражением его сути. He is the expression of her essence, and she is the expression of his essence. Но так как мы идем по пути кинкари, but we are going after кинкарис on their path. Мы смотрим через чувства Шримати. We are looking at everything through Шримати's lens. We are looking at everything through her love. В глазами ее любви. With the eyes of her love. Ушами ее любви. With the ears of her love. Чувствами ее любви. With the senses of her love. Поэтому мы акцент делаем именно на этом, на том, что он является выражением ее чувств. Другими словами, что он изошел из нее, а не наоборот. Хотя в шастрах есть другие утверждения. Но, конечно, в шастрах мы можем найти другие статусы. Спасибо большое, я вас поняла. Спасибо большое. Рады, рады. Рады, рады. Дамодар, можно я еще добавлю? Дамодар, два слова. Что меня потрясло сегодня. Одно из потрясений, когда Дамодар говорит ему этот стих. Она постоянно играет в сердцах. Знаете, как рецепт. Она тогда в бабу. Это такая предложение, строчка. Где ее можно найти? Где можно соприкоснуться с ней? Она постоянно играет. В сердцах своих кинкарей или преданных. Радика is always playing in the hearts of her devotees, of her кинкарей. Это так же, знаете, как в сердцах преданных Кришны. Кришна живет в их сердцах, и он же живет в сердце рад. Это у нас рада. Дамодар, подтверждение Манджари, Пхавы, что в сердцах Манджари, как их можно определить? В сердцах Манджари, да, она живет рада. Там нет Кришны. Но в сердце Радики, она как старшая, и всех гопи, да, вообще всего творения, матери природы, в ее сердце Кришна живет. Рады, рады. Да. 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 Ну, она, она следует... Дамодар, вот добавь что-то вот к этому, к этому обитанию, сюда в памяти. Нашего Гуру Дэва давайте помним. Рады. Да. Перевод какой-то будет. Я прошу прощения. Уже не можешь. Я заслушалась, да, я пропустила. Но здесь суть сводится к тому, что к этому утверждению в шастрах, а здесь утверждение, связанное с сердцем преданного, что в сердце преданного живет Господь. Он не где-то, он не где-то находится. Ни на Вайкунхе, это Бхагаватам. Ни на Вайкунхе, ни в какой-то обители, ни в храмах. Он в сердце преданного живет. И в данном случае утверждение о том, что в сердце Кинкери живет в Симати. Она там танцует. Там не в обители. И Радха Говинда предложил прославить Гуру-дэва тем, что вот почувствовать, осознать, тем, что в сердце Гуру-дэва сейчас, прямо сейчас, танцует в Симати. И Радха Говинда suggested to glorify our Гуру-дэв that just right now, just in this very moment, Радха is dancing in Гуру-дэв's heart. Прямо сейчас Гуру-дэв совершает сокровенную севу в Симати. Just right now, in this very moment, Гуру-дэва is making very secret service to Radhika, to his Swami. And we should be unlimitedly grateful, grateful to Гуру-дэв, because he gave us this opportunity to touch his vast and rich treasury of his feelings. so we must be unlimitedly grateful. Да, Дамадар, говорит Дамадар, передайте Саду Махарад, что он за нас слышит, слышит. Передайте ему... Гуру-дэв, are you here? Гуру-дэв, please bless us with your presence. We miss you so much, we're struggling, really. И вот я продолжаю... ... ... ... ... ... Я всегда думал, ну вот, меня привлекло, что знаешь, как вот в романте в каком-то, это ирония судьбы с легким паром поется, спасибо вам за то, что вы, не знаю, меня сами так любите. И вот я увидел это Дамадар, я думал, что это вот этот дедушка, этот дедушка, а сегодня ты открыл такую великую тайну, да, она тогда с бабой живет, ты Дамадар, благодаря тебе. То есть она в сердце, то есть это в нашем Гуру-дэве, там любовь с Варатхики, давайте зайдем ему слово, пусть она скажет. Рада Говинда is calling you and we are calling you also. And he's saying, like now, Рада Говинда is saying that today I've realized that who loves us, like in Guru Dev's heart, Radhika loves us, so we can touch, we can connect with her with the help of Guru Dev. He's giving us Radhika's love. And today he's saying, with the help of the commentary of Shila Anandadas Babaji Maharaj and our discussion, he has realized this more. Он слышит нас, да? Не понятно. Guru Dev, can you hear us? Can you hear us? bolo, 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 please, a little, please, pro sado. Присутствует микрофон, закрыт у него. Можно я два слова скажу в ответ ещё на Радагавинде? Да, конечно. Рады, Рад. В сердце Гаудио Вайшнава, в Сен-Сакир Кинкаре, безусловно, Шримати Радика. Но не пытайтесь убрать из этого сердца Кришну. Только к Кришне отношения, как говорит Дамодар Прабу очень точно, это сердце Шримати Радики. У Кинкаре нет желания прямых отношений с ним. Не пытайтесь без сердца убрать Кришну, как сердце Шримати Радики. Радика, иначе не будете чувствовать удовлетворение, Радика не будет этим довольна. Радаман говорит, что не пытайтесь убрать Кришну из этого сердца. Потому что Кришна – это сердце Радика. Она не будет счастлива без него. Поэтому не пытайтесь убрать его. Отношение к Кришне, как к самому дорогому Шримати Радике, мы не можем этим пренебречь никак. Мы не должны пенебречь Кришна. Мы должны не пенебречь его. Мы должны принимать его как наш свамина, как наш свамина, как наш свамина, который самый дарил. Никогда не пытайтесь подделить его. Не пытайтесь убрать Кришну из первого сердца. Попробуй, что делать. Конечно, конечно. Спасибо, да. Изумительное дополнение, да. Единственное, знаешь, когда Дамодар об этом говорил, вот Ананта с Бабаджей в комментариях, что сначала в сердце Кинкари Рада и потом только там подружки, Кришна. Но на самом деле, знаешь, как там Радхин и Кришна. Радхин. Вот. Именно так. Да, да, да. Рада, Рада. Да, Дамодара. Для того, как Кришна, есть Радхикас Кришна. Не только Кришна, но и Радхикас Кришна. В частности Кришна. Да, мы через Радхику смотрим. Да. Мы на Кришну смотрим через Радхику, через ее чувства, через восторженность ее сердца. Мы смотрим на Кришну через восторженность ее чувств, ее сердца. Она как призма перед нашими глазами, знаешь, мы только ей можем смотреть. Да, вот. Она, она наши бриллианты в глаза. Рады, Рады. Рады, 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 Рады. Рады, 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 Р У меня здоровье очень плохое пока, я очень много кашляю, поэтому я не могу много говорить, не могу говорить. Но я очень рада, что я слушаю всех вас. Я очень рада, что я вам горжусь. Песня, Гуру Дев, мы вас очень рады, ваши слова, ваши эмоции. Вы все, в русском языке, дали такие особенности, что русские слова, это никогда не случилось. Гуру Дев, я не могу говорить, я не могу правильно слышать. Вы все, вы все, в русском языке, в русском языке, в русском языке, такие красивые ощущения о Радарани и Анандаса Баба-джи. Гуру Дев говорит, что вы на русском языке очень подробно и так вот объемно все обсуждаете. Вот самое главное, и те, кто до этого поклонялись Кришне, да, и не имеют другого угла зрения, для них это великий шанс, большой шанс приобщиться, приобщиться к этим темам. Поэтому он очень благодарен, что вы на русском так это обсуждаете, так глубоко и так вот обширно. Мы хотим служить только Радхарани, и мы не хотим за это никакой награды, да, никакой позиции. Рады, Рады, Гуру Дев. Рады, Рады. Анан Таран, он хочет взять Харинам от тебя. Я даю. Когда мы можем позвонить тебя? Потому что я пытался звонить, но ты не ответил. Нет, я очень сильно, мой директор. Я не делаю ничего. Я отвечаю, что я даю. Но когда мы можем... Но потом... На следующем, может быть, если я... ...это лучше, я буду делать. Гурудеф говорит, что он из-за кашля не может спать, у него сейчас очень, ну, поэтому все, все очень нарушено. Окей, Гурудеф. Мы будем говорить. Бай лови, Бай лови, Баба, Гурудеф. Жай Рады. Спасибо. Байснама, я буду шоргут. Жай Рады. Жай Рады. Байснама, я буду шоргут. Байснама, я буду шоргут.